Друзья, здравствуйте! Сегодня мы поговорим с вами про инквизицию. Вы знаете, многие считают, что инквизиция это такое проявление сурового, темного, раннего средневековья. Вот когда люди максимально были погружены во все это мракобесие, когда жгли ведьм, когда преследовали инакомыслящих еретиков. На самом деле, конечно, это не так. Инквизиция началась еще в раннем средневековье, а закончилась она, простите меня, в начале XIX века. То есть, это процесс, который возгорался, затухал, но, тем не менее, весь период своего существования католическая церковь боролась с инакомыслящими. Еще с момента своего зарождения христианская церковь постоянно подвергалась расколам. В ней возникали различные течения. И, собственно говоря, она была вынуждена постоянно отстаивать свое право на главное сооружение христианского мира и бороться с различными ответвлениями. В 316 году преследовали донатистов, и, соответственно, Константин Великий своим указом повелевал у донатистов, как у раскольников, как у еретиков, забирать, конфисковывать все имущество. В 382 году убивали манихейцев за то, что они, значит, пытались внести раскол в дело христианской церкви. То есть, все это начиналось с роднего появления, с самых первых шагов христианской появления христианской церкви. Но, собственно говоря, христианство распространяется, институт папства набирает силу и мощь, он вступает в союз с государством, и мы увидим на протяжении всей этой программы, что инквизиция это была не просто борьба церкви со своими противниками, со своими соперниками. Это, конечно, всегда была борьба государств различных за свои сферы влияния. Мы это увидим и во Франции, мы это увидим и в Испании, даже в Англии мы это увидим, и в Португалии мы даже чуть-чуть это увидим. Собственно говоря, XII век – это начало инквизиции. Появляется очень много различных течений внутри и параллельно христианской церкви. Их, естественно, называют течениями еретическими, но поскольку идет борьба за паству, а паства – это не просто крестьяне какие-то, хлебопашцы и простые вилане, это, соответственно, часть всевозможной аристократии, которая тоже увлекается всяческими еретическими вот этими навождениями с точки зрения Рима. Теряешь паству – теряешь влияние, поэтому церковь, конечно же, начинает борьбу со всеми этими течениями. Вообще, что такое инквизиция? В переводе с латыни инквизитор – это следователь, расследователь, да? То есть это институт, который был создан для расследования преступлений против веры. И, собственно говоря, начинается все с XII века, когда император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросс, который погибнет во время крестовых походов. Выпуск про крестовые походы, если кто не смотрел, обязательно посмотрите. Значит, он поручил папе, Луцию Третьему, разработать схему розыска и раскрытия религиозных преступлений. Таким образом, значит, весь поиск отступников возлагался на епископов. Епископы местные должны были формировать институт доносчиков. Доносчики должны были рассказывать – здесь ведьмы, тут колдуны, тут ведуны, здесь какая-то секта собирается. И, соответственно, этих людей начинали преследовать, допрашивать, пытать. Наиболее, конечно, серьезное распространение все это в более поздние периоды получит. Но, тем не менее, беспытка эта не обходилась. У обвиняемых выбивали показания, имущество их, как правило, конфисковывалось. Ну и дальше, в зависимости от того, как суд Инквизиции постановит, тебя могли плетьми высечь, ты мог определенное количество лет носить одежду кающегося грешника, либо тебя могли сжечь на костре. И это была высшая форма наказания, самая бесчеловечная. И, в общем, применялась она с большим удовольствием. Я дальше вам расскажу, что по всей Европе жгли просто огромное количество людей. Из этого устраивали настоящее шоу. Народ любил это дело, он собирался на площадях, смотрел за мучениями еретиков и с большим удовольствием принимал во всем этом участие. Друзья, многие из вас хотят научиться грамотно инвестировать, но не понимают, где это сделать просто, удобно и быстро. Отличный вариант это Тинькофф Банк, а точнее приложение мобильное Тинькофф Инвестиции. Во-первых, приложение настолько простое и понятное, что разобраться в нем может каждый. Даже я, человек, который не дружит вообще с техникой, я понял это приложение за 5 минут. Но если у вас все равно остаются вопросы, на связи всегда есть помощник. Пишите вопрос в чат, тут же получаете ответ. И любая проблема решается. Кроме того, есть специальный бесплатный гид по инвестициям для новичков, который расскажет вам, как вкладывать, куда вкладывать, что происходит на рынке и вообще введет вас в курс дела. Что еще крутого в приложении Тинькофф Инвестиции? Пополнять счет и выводить деньги можно на карты любых банков. Вывод происходит в одну секунду и без комиссии. Также можно открыть индивидуальный инвестиционный счет и ежегодно получать налоговый вычет реальными деньгами. А еще Тинькофф Инвестиции запустили крутой обучающий подкаст «Галя шорты ту зе мун». В этом подкасте обсуждаются новости фондовых рынков и ценных бумаг. В общем, друзья мои, не теряйте время, регистрируйтесь в Тинькофф Инвестиции и начинайте зарабатывать прямо сейчас. А по промокоду ТИНВЕСТОВ вы получите подарочную акцию от Тинькофф. Регистрируйтесь, ссылочка в описании. Впервые термин инквизиция звучит на религиозном соборе в 1215 году. Папа Иннокентий III употребляет это слово, что нам нужен такой институт инквизиции для того, чтобы искать отступников. И, собственно говоря, в 1229 году уже при другом папе, при папе Григории, был учрежден специальный церковный трибунал. Что тогда происходит? Вообще XIII век – это первый всплеск инквизиции. Выпуск, который вы наверняка смотрели, может быть, еще не смотрели. Вот, посмотрите, это выпуск про катаров, альбегойские войны. Юг Франции набирает силу мощнейшее религиозное течение – катаров и вальденцев. В этом участвует вся аристократия Юга Франции. И, собственно говоря, с одной стороны, это проблема для церкви, потому что Папа Римский отправляет туда своих доверенных лиц, одного из них убивают. Соответственно, Папа Римский объявляет крестовый поход против этих еретиков. Это очень нравится французскому королю, потому что юг Франции независимый. И, соответственно, учреждается крестовый поход, который возглавляет Симон де Монфор. Все в выпуске очень подробно я об этом рассказал. И по всему югу Франции начинают пылать костры. Альбегойцев, то есть катаров, пытают, сжигают их имущество, отбирают, громят походу всю местную аристократию, территорию присоединяют к Франции. Вот это первый случай, когда папская власть, папская инквизиция, вернее, и государственные органы Франции рука об руку разгромили богатейшую южную провинцию, всю территорию от Орлеана до фактически нынешних предместий Испании. Разгромили, сожгли и установили там свою, значит, французскую власть. А папа римский искоренил одну из самых опасных на тот момент ересей, то есть катарства. В тот же момент инквизиция распространяется по территории Италии. В основном инквизиторами были доминиканские монахи. И, в общем, они эту позорную роль будут нести все последующие столетия. Они формировали институты доносчиков. Доносчиков было огромное количество. Слуги стучали на своих господ. Вот ревнивые мужья стучали на любовников. То есть, в принципе, помимо того, что действительно кто-то занимался алхимией, колдовством, какие-то женщины колдовали, видовали, это все безусловно было, потому что люди любят эту мистику. Огромное количество бытовых доносов, которые приводили к пыткам, к кострам и к убийствам. И вот в Италии и во Франции XIII век это первая такая вспышка инквизиции, когда этот институт становится страшным. Он обрастает огромным количеством легенд, людей пытают. И, собственно говоря, простой народ в большинстве своем, он это дело поддерживает. Он это дело поддерживает, потому что, ну, слушайте, церковь является не только главным религиозным институтом, это же главные медиа того времени, да, и поэтому, как вот святые отцы сказали, мир устроен, там люди с песьями головами, значит, здесь детей едят. Значит, так оно и есть. Собственно, народ в это верил. А государство это в разных его проявлениях использовало, конечно же, в своих интересах. В 1245-м Ватикан издает буллу, наделяющую инквизицию правом на взаимное прощение при грешении. Таким образом, организация практически объявляется безгрешной. И все, что она делает, делается в интересах Господа Бога, и вообще никаких вопросов быть к этому не может. В 1252-м году Иннокентий IV выпускает самую жестокую буллу, которая дает инквизиторам полномочия применять пытки. По свидетельствам историков и очевидцев того времени, пытали и до этого, но теперь пытать можно было официально. Потому что еретики – это очень опасные люди. Они все, значит, прикидываются добрыми христианами, и, естественно, ни на каких допросах они ничего говорить не будут. Поэтому их надо пытать, это дело очень богоугодное. Вот, пытки надо применять изощренные, и когда после пыток обвиняемые начинали говорить, ну вот, понимаете, Господь-то, он же все видит. Испанский сапожок, да, раздробили кость среди двух прессов. Испанский сапожок, видите, как сработал хорошо. Не хотел правду говорить, я сказал. Вот, ну и, соответственно, очевидно, да, что как только начинается этот судебный беспредел, безусловно, имущество, которое забирали у людей, оно попадает где-то, значит, в государев указанную, где-то в папскую указанную. То есть, очевидно, что материальную выгоду из этого инквизиторы извлекают. Второй известный процесс – это уже XIV век, и об этом тоже есть исторический выпуск. Посмотрите его про тамплиеров. И это опять удивительный случай, когда папская, не удивительный, что здесь удивительного, это опять очередной случай, когда папская власть и королевская власть воссоединились. Филиппу Красивому нужны были деньги. Филиппа Красивого не устраивала сильная организация тамплиеров. По договоренности с папой, тамплиеры были разгромлены, их имущество забрал Филипп Красивый, то есть король Франции. На этих судах было как бы два параллельных института. Один институт духовного преследования, да, это инквизиторы папские. Другой институт – это государственные судьи, это подчиненные французского короля. И вот эти две организации тамплиеров разгромили. Вообще, очень интересно, как инквизиция продвигалась по Европе. В Италии она свирепствовала. В Испании, о которой я расскажу отдельно, творился вообще кромешный ад. Во Франции инквизиция вспыхивала и угасала только тогда, когда это было выгодно французскому государству. Юг Франции надо присоединить? Вот, конечно, слушайте, мы воспользуемся инквизицией, крестовый поход объявим. Тамплиеров надо было, значит, истребить? Пожалуйста, мы тоже очень рады инквизиторам. В остальное время французы инквизицию, французские короли, инквизицию от себя убирали. И это понятно почему. Потому что инквизиция подчиняется папскому престолу, а суд подчиняется королю. И как-то так, какие-то, значит, расследователи, какие-то следователи будут от имени папы здесь какие-то, значит, вершить дела. Хотя, безусловно, по договоренностям церкви и государства, церковь выявляет еретиков, а отдает их уже в руки государевого правосудия. Но совершенно понятно, что карательный институт в государстве может быть только один, и принадлежать он может только государству. Поэтому французы этого дела не терпели. На территории Священной Римской империи тоже было везде, в общем, по-разному. Например, в Германии инквизиция приживалась локально. Да, ведьм жгли. Но в большинстве своем северные народы инквизицию не приняли. И, например, главный инквизитор Священной Римской империи Конрад Макдебурский, его в 1233 году убили. И вообще были народные бунты, потому что инквизиция начала беспредельничать. И вот огромное количество вольных имперских городов в тот момент. Маркграфы являются удельными князями. И, в общем, вот эта раздробленность, полураздробленность, она, конечно, Германии сыграла на руку. Инквизиция там не свирепствовала. В Англии, у которой были очень тяжелые отношения с римским, с папским престолом, мягко говоря, инквизиция не прижилась вообще. Потому что в Англии, как мы понимаем, церковь была полностью подчинена государству. И никакого влияния Рима они не хотели. Но здесь надо сделать небольшое отступление. Инквизиция там состоялась один раз, и состоялась она в отношении тамплиеров. Ну, совершенно понятно, что ни по каким, ни по духовным делам. Потому что, когда во Франции Филипп Красивый разгромил тамплиеров, они побежали одни в Англию, другие побежали в Португалию. И, собственно, воспользовавшись этим, английский король быстренько взял в руку папскую буллу и сказал, действительно, еретики же, вот вы знаете, отступники от веры, надо их, значит, здесь у них имущество-то поотобрать. Потому что, что это такое? И начались конфискации. Хотел сказать, активы тамплиеров начали замораживать. Ну, конечно, никто не замораживал. Просто сразу забирали все на свете, кого, возможно, казнили, кого нет. Остальные тамплиеры убежали дальше в Шотландию. То есть, вот это единственный случай, когда в Англии были инквизиционные суды. Но не без этого, конечно, не обходилось без ужасов. Тоже в Англии убивали ведьм, жгли их, топили. И все ужасное, беспредельное, что есть в человеке, тоже в Англии было в совершенно равных пропорциях. На территориях Нидерландов и на территории Северной Европы инквизиция тоже не прижилась. На территории Восточной Европы инквизиция фактически не работала. Единственным исключением была Польша. Польша сейчас наиболее католическая страна из всех восточноевропейских. Там инквизиция работала. И позже инквизиция работала на территории Чехии, когда сожгли Яна Гуса. Но об этом я чуть позднее расскажу. Говоря о жертвах инквизиции, стоит сказать, что в принципе папский престол был довольно жестокий. То есть никаких поблажек не было. Велено было судить еретиков вне зависимости от их происхождения. Будь то крестьянин, будь то монах, будь то какой-то аристократ. И вот если ты ученый и писатель, никаких поблажек тебе не было. В 1302 год Данте Аригери был преследован инквизицией за то, что его литературные труды, они высмеивали церковь, они церковь порицали. И собственно говоря, его инквизиционный трибунал заочно приговорил к суду, а по некоторым, в общем, свидетельствам и к костру. И Данте вынужден был убежать из родных мест. То есть никого инквизиция, в общем-то, не жалела. 15 век это вторая серьезная вспышка этой инквизиционной чумы. Основная территория происхождения это Испания. В Испании инквизиция это прежде всего Тарквимада. Тарквимада это вот человек, которым натурально по всей Европе пугали детей. Это был довольно смышленный, значит, парень, который родился в семье священников. И дядя его был еврейского происхождения, но потом крестился в католичество. Он очень рано проявлял всякие разные способности к наукам, к философии. И оказался в какой-то момент в доминиканском ордене. Существует легенда, я в нее абсолютно верю, потому что она бытовая. И, соответственно, скорее всего, справедливая. Что еще до того, как стать монахом, он влюбился в девицу очень красивую. А девица его отвергла и вышла замуж за Мавра. Потому что мы понимаем, что часть Испании находится под арабским владычеством. И вот она с этим Мавром, значит, начала жить. С тех пор Тарквимада Мавров возненавидел. И когда он стал уже монахом, он продвигал всяческие идеи того, что арабы должны быть уничтожены, они должны быть выдавлены с Пиренейского полуострова. Что, в общем, очень хорошо ложилось в лоно рассуждений испанской аристократии. И он начал делать быструю карьеру. Это был очень смышленый человек. Он очень хорошо себя показывал в дебатах. Он очень хорошо трактовал священные писания. Был блестящим оратором. И в какой-то момент он становится духовником Изабеллы, наследницы престола. И, собственно говоря, он настолько сильно... Вот, посмотрите, как выглядит Изабелла. Вот, на лице ее видно просветление божье. То есть, очевидно, что если бы села она с вами в комнату, вы поначали, что у человека четыре класса образования. Но, тем не менее, для своего времени она считалась очень просвещенной. И гораздо просвещеннее своего мужа. Собственно говоря, вот Тарквимада сделал все, чтобы вот эти две династии, испанские, Акастильская и Арагонская, они воссоединились. И вот эти вот знаменитые католические короли, они стали править Испанию. Они достаточно успешно вели боевые действия с арабами. Вытеснили их, практически вытеснились с Пиренейского полуострова. И Тарквимада расцветает. Изабелла ему всячески покровительствовала. Ему предлагали всевозможные посты государственные. Он от этого отказался и стал всего на все скромным великим инквизитором Испании. И здесь еще один важный момент. Испания была единственной страной, где инквизиция подчинялась не папе римскому, а королю. И это очень важно, потому что королевская власть использует инквизицию в своих интересах. Сначала она борется с арабами. Потом, когда у испанской короны кончаются деньги, они начинают преследовать евреев. Евреи крестятся, и покрещенные евреи получают название мараны, а крещенные арабы получают название марийские. И здесь тоже очень интересный момент. Если ты родился евреем и арабом, и с детства, с младенчества, исповедуешь ислам или иудаизм, тебе никаких вопросов от инквизиции быть не может. У тебя другая вера. Ну, как только ты покрестился в католичество, тебя можно судить как еретика, и здесь это абсолютный двойной стандарт. То есть получается, что, значит, ты крестился в католичество, а втайне где-то, значит, у себя дома иудаизм исповедуешь. Или ислам. Поэтому тебя надо преследовать. И, собственно говоря, Тарквимада этим пользуется. Разгромлена жеронская община еврейская, и были совершены совершенно ужасные преступления для того, чтобы, в общем-то, деньги еврейской диаспоры забрать. Вот это фрагмент стены еврейского квартала. Позже крепостная стена из него, жеронская, образовалась. Вот здесь начинается еврейский квартал. И, собственно говоря, начались подстрекательства местной черни, чтобы она атаковала еврейский квартал. Начались погромы, начали сжечь дома. И все это переходило в массовые беспорядки. Основываясь на этом, собственно говоря, к королевскому двору обратились. Что, видите, вот люди-то недовольны. Ну, евреи-то они здесь, значит, обряды какие-то свои справляют. Они подговаривают честных, добрых католиков перейти в иудейство. И в этот же момент второй важный фактор. Испанская корона начинает воевать с гранадой. Нужны деньги. Где деньги можно взять? Деньги можно взять только у богатых. Евреи богатые. И вот таким образом Тарквимада подговаривает Изабеллу к тому, чтобы издать указ об изгнании евреев. В Жироне начинаются жесточайшие погромы. Евреи бегут, меняют все, что можно поменять. То есть, условно говоря, дом меняли на осла, виноградник на кусок ткани. И все это сопровождалось, конечно, погромами. Все это сопровождалось убийствами. И евреи отсюда бежали. И какая-то часть евреев, она приняла католичество и стала маранами. Но, собственно говоря, это их не спасало, потому что инквизиция их продолжала преследовать. И, собственно говоря, евреи в большинстве своем, вот в этот канун, в эти тяжелые 15 тарквимадовских лет, они практически все Испанию так или иначе покинули. Испания впоследствии уже в 20 веке издаст закон, по которому все, кто имеет еврейские корни, особенно здесь, в Каталонии, не могут вернуться, получить испанское гражданство. Ну и два замечательных стрижка. Значит, в 1492 году происходит еще одно уникальное событие. Это экспедиция Христофора Колумба в Америку. Кто снаряжал корабли? Как мы помним, корабли снаряжала испанская корона. А деньги на снаряжение этих кораблей были взяты здесь, у Жиронской еврейской диаспоры. И второй момент, уже в конце жизни выясняется, что самый жесткий гонитель евреев и мусульман, особенно евреев Тарквимада, был племянником еврея. Испанская инквизиция была самой зловещей, самой безжалостной, самой долгой на самом деле. Было несколько видов наказания. То есть, вся процедура действия инквизитора была тщательно задокументирована. Значит, сначала должен был состояться донос. На тебя донесли, что ты подвержен какой-то ереси. Проповедуешь ее и разлагаешь общество. Значит, подсудимого, обвиняемого на тот момент заключали в камеру. Ему давался адвокат. Ну, тоже, знаете, такой адвокат ему давался, который его не защищал, а который ему каждый день говорил, слушай, ну, надо, конечно, покаяться. Потому что, нет, ну, нельзя, это преступление перед Богом, надо, конечно, каяться. А если человек каяться не хотел, к нему начинали применяться пытки. Вот некоторые описания пыток, которые использовала испанская инквизиция. Например, испанский сапог. Это устройство, которое постепенно сжимает ногу и дробит кости. Человек постепенно в этом признается. Пытка водой. Человеку вставляют в рот трубку и постепенно туда, значит, подают воду. Пытка была гиперболезненна, потому что, ну, органы начинали расширяться от воды. И, в общем, могла вызвать смерть. Классическая дыба, когда человеку выворачивали сухожилия, она была вообще применена по всей Европе. И на Святой Руси тоже дыбы везде пользовались большим успехом. Поэтому не считаю, что это испанское изобретение. Но, в общем, пользовалась она, если можно так сказать, повышенным спросом. Железная дева. Это, значит, такой гроб с шипами внутри, куда клали жертву и постепенно, значит, шипы закручивали, и они входили в тело жертвы. Пытка огнем. Человеку, значит, человеку маслом мажут ступни и кладут рядом с раскаленными углями, чтобы он как стейк там начинал подрумяниваться. Через там 15-20 минут человек начинал говорить все, что угодно. Вообще, даже чего от него не требовали. Сажание на кол. Это одна из вообще страшнейших пыток. Человека сажали на кол постепенно. Кол входил во внутренние органы. И вот он так умирать мог в течение нескольких часов. После пыток назначалось наказание. Наказание могло быть очень простое. Многократное чтение молитв, например. Или паломничество к святым местам. Вот ты должен пешком дойти, условно говоря, из Барселоны до Сантьяго-де-Компостелла, совершить Иль Камино, вот туда, на север Испании. Тюремный срок. Подсудимого сажали в тюрьму. Назначение некоторого количества ударов мечом. Подсудимого, значит, выводили на рыночную площадь или на центральную площадь города, да и там секли мечом. Штраф или конфискация имущества. Тоже, да, по поговорке, спасибо Господи, что забрал деньгами. Вот. Ношение позорной одежды. То есть на человека надевали санбинеты. Это такой, значит, костюм кающегося грешника. Были разные роды нашивок. За по степени погружения в Ере Сеон определенное количество лет должен в этой одежде был появляться везде. Ну, соответственно, вы понимаете, с чем это связано. Когда человека видели в такой одежде, добрые соседи плевали в спину, кидали камни и так далее. Все, что делает добрый христианин, когда он видит кого-то не того, он, соответственно, начинает его всячески булить. И самое главное, это ауто до фе. Ауто до фе это сожжение на костре. Ауто до фе в Испании практиковали. Первое ауто до фе было в Испании в 1481 году. А последнее, просто то, чтобы вам было понятно, в Валенции тоже в Испании в 1826 году. Там уже на костре никого, конечно, не жгли. Там судили ведьм и их просто повесили. Потому что уже как бы подцивилизованная Европа. Уже сжечь никого нельзя, поэтому их повесили. Происходило это следующим образом. У еретиков, которых облачали в Сан-Бенто, вот в эти одежды кающихся грешников, и в бумажные колпаки короче. Это были вот такие колпаки, посмотрите, как они выглядели. На них были изображены дьявольские огни, либо изображение дьявола. Значит, этих людей везли на рыночную площадь. Вплоть до последнего момента, пока палач не поднес факел, ты мог отречься. И тогда, в зависимости от судей, тебя могли из костра либо отпустить, либо могли облегчить твою участь и сжечь тебя не заживо, а удушить перед этим. Наиболее опасных грешников жгли с железными кляпами во рту, потому что очевидно, что люди, которые не каялись, они прямо с костра проклинали эту католическую церковь. И чтобы добрые христиане, которые пришли посмотреть на правосудие Божье, чтобы их не смущать, людям забивали в рот железные кляпы. Вот в Испании это, значит, широким образом практиковалось. Вот таким образом инквизиция происходила в Испании в 15 веке при полной поддержке государства, при полной поддержке, при практически полной поддержке низов общества. Это все распространялось в Испании. И дальше это прыгнуло за океан, потому что испанцы начинают колонизировать Латинскую Америку. Там индейцев обращают в католиках, кто обращаться не хотел в католиках, а поклонялся всяким своим кицарькоатлем. Их, естественно, тоже сжигали, потому что, ну, как же это возможно, чтобы люди не верили в Господа нашего Бога. Таким образом, Испания стала вот таким опорным столпом инквизиции. В общем, в несколько веков Испания была, Испания, испанские Габсбурги впоследствии стали таким самым черным пятном Европы. Сейчас чуть попозже я об этом вам расскажу, почему это происходило. Это 15 век. Давайте чуть-чуть из Испании переместимся, потому что, в принципе, конечно, не только испанцы лютовали. В 1415 году глава чешской реформации, один из лидеров чешской реформации, Ян Гус, был по церковному приговору сожжен на костре. Понятно, что реформация только начинается, но она уже представляет огромную угрозу и для институтов католической церкви, и для государственных институтов. Яна Гуса сожгли. В 1431 году сожгли Жанну де Арк. Это тоже уникальный случай. Жанна де Арк, лидер французского сопротивления англичанам, женщина, которая, в общем-то, короля Карла практически спасла от потери престола, а Францию от распада, она была сожжена в Руане, она была выдана в руки англичан, и, собственно говоря, по суду инквизиции ее сожгли как ведьму. То есть, видите, да, в принципе, очевидно, что она была девушка-одержимая, она была, в общем-то, ревностно верующая, но, тем не менее, от костра ее это не спасло, и сожгли ее, конечно, в политических целях, как вот лидера такого французского сопротивления. Мы видим опять, что в этот раз уже английское государство инквизицию использует в своих целях. В Германии же появляется одна из главных книг инквизиции, и одна из главных книг борьбы с ведьмами и колдунами, книга, которая называется «Молот ведьм». 1486 год. Генрих Инститорос написал на эту книгу после того, как он попытался обвинить в ересе каких-то людей, и, собственно говоря, он даже по суду епископа это дело проиграл, потому что у него было недостаточно улик. И вот он написал огромный талмуд, в котором были описаны все возможные способы колдовства, как дьявол проникает в человеческую душу. Это такой вот прям методичка мракобисия, и, собственно говоря, мой эфир наверняка смотрит представители фемдвижения. Это вот первая книга, которая была абсолютно женоненавистническая, потому что главные ведьмы это женщина, женщина практически не человек, тело ее одержимо похотью и пороком, поэтому сатана туда проникает вообще в первую очередь, и дальше женщина начинает всех добрых католиков разлагать. Поэтому все женщины в основном в своей массе ведьмы, некоторые этого, конечно, еще не осознали, некоторых от этого уберегли, но, собственно говоря, вот это вот такой постулат. И молот ведьм был таким основополагающим документом, по которому жгли ведьмы колдунов, и инквизиция, в общем, тоже его использовала как такой вот свод правил и законов, как отличить доброму христианину, нормальную женщину от ведьмы. Вот это такое имя нарицательное, и по этой книге, в общем, несколько веков отлавливали ведьм по всей Европе, сверялись с этой методичкой, и, соответственно, жгли их, топили или забивали каменьями. В 16 веке католическая церковь получает сильнейший удар. В Европе начинается движение реформации. Движение реформации охватывает фактически весь север Европы. Начинается все в Германии, реформация дальше уходит туда, на север, в Скандинавию, здесь она заходит на территорию Австрии, Чехии и Польши. Она проникает во Францию, она проникает в Италию, и она проникает в Испанию. И в Испании, поскольку там союз церкви и государства наиболее монолитный в Европе, Испания становится лидером контрреформации. Италия, конечно, от нее не отстает, и, собственно говоря, по всей Ломбардии полыхают костры, людей казнят, людей пытают, но в Испании это приобретает наиболее жестокие формы. Почему? У испанских Габсбургов во владении Нидерланды. Нидерланды одна из таких самых свободолюбивых провинций европейских. А Нидерланды встречают реформацию просто с распростертыми объятиями, и они норовят отколоться от испанской короны. И, естественно, под защитой того, что мы здесь, значит, оберегаем католическую веру, испанцы присылают своих инквизиторов Нидерланды, начинаются пытки, начинаются костры, и, собственно говоря, вот таким образом испанцы в Нидерландах каленым железом всю эту реформацию выжигают. И вот здесь я бы хотел остановиться на этом, потому что Испания, в общем-то, с того времени становится таким вот католическим жандармом Европы, если позволите. Потому что под прикрытием защиты католической церкви, а на самом деле отстаивая свои государственные интересы, испанцы начинают лезть во все европейские дела. И жители Нидерландов, они формируют такую вот опись испанских преступлений, начиная от Тарквимады и заканчивая преступлениями испанской инквизиции в Новом Свете. Это весь этот сборник документов получает название «Черная легенда». И вот эта вот черная легенда на протяжении многих веков будет считаться таким основным документом ужасающей роли Испании в европейской истории. Более того, когда уже в 20 веке в Испании к власти придет диктатор Франциско Франко, который сначала последовательно будет преследовать коммунистов, пытаться дружить с Гитлером, а потом просто погрузит свою страну в такую серьезную диктатуру. Так вот, Франциско Франко, когда он уже будет, значит, дедушкой, он поймет, что как бы всех внутренних врагов он победил, а вот в истории остались, конечно, недоработки. И одна из этих недоработок черная легенда. И он начнет вот с этой попыткой очернить Испанию бороться. И даже будет сформирован документ, который будет называться Белая легенда, который будет рассказать, что вообще Испания всем несла только свет, свободу, знания и благоденствие. А вот эти вот голландские, значит, нидерландские уроды, они, значит, нас оболгали и распространяли эту гадость по всей Европе. И мы с этой попыткой, значит, нас очернить в истории, мы должны бороться. Ну, у Франциска Франко, собственно говоря, ничего не получилось по одной простой причине. Уже черная легенда никого не интересовала в 20 веке, кроме него. Вот. И поэтому все эти попытки, они были, в общем, никому не важны. Ну, давайте вернемся все-таки в 16 век. Первый удар, как я вам уже сказал, это реформация. Второй удар это ренессанс. Начинается эпоха возрождения. Ну, началась она раньше, ну, вот в 16 веке она уже в своем расцвете. Люди тянутся к знаниям, они тянутся к искусству. А это вызывает у церкви огромное количество вопросов. И, собственно говоря, деятели эпохи возрождения церковь тоже преследуют. И это, в общем, одно из самых таких тяжелых годин с точки зрения католической церкви. Но опять Испания, она здесь выступает вот таким вот бетонным блоком. она защищает католицизм, она защищает свою государственность. Нидерланды пытаются утопить в крови, но, собственно говоря, весь этот протестантизм, он приходит и в Испанию. И среди добрых католиков начинается разрастаться движение протестантов. И, то есть, сама эта зараза приходит на испанскую территорию. И Испания начинает протестантов выжигать самым ужасным образом. 1559 год католический священник Десафра или Десафра формирует вокруг себя очень большую и влиятельную протестантскую общину. Естественно, она тайная, они собираются по домам. Тем не менее, в нее, вот в этот кружок вовлечены простые люди, вовлечены священники и вовлечены даже аристократы. Вся эта община гибнет, как это обычно бывает, по случайному совпадению. Значит, к этому священнику Десафра обращается женщина, она протестантка, и она говорит, вы знаете, святой отец, одержимый я бесами. И он начинает бесов из нее изгонять с помощью молитв, бичей, плетей, ну, как это водится. И, в общем, так он хорошо из нее изгнал бесов, что, значит, женщина пошла в суд инквизиции и сказала, вы знаете, вот у вас есть тут священник Десафра очень известный католический. Он, на самом деле, протестант, вы знаете? Вы не знаете, но я вам расскажу тогда. И, собственно говоря, начинается дикое преследование. К слову сказать, Десафра бежит, но всех сообщников, там, порядка 200-300 человек, их всех хватают, их начинают пытать, и в 1559 году в Севилье одно из самых значимых аутодафе, когда одновременно на площадь вывозят 150-200 человек, часть из них сжигают, часть из них с железными кляпами. Одна из женщин отрекается от ереси, ей вынимают изо рта кляп, и в этот же момент она начинает орать и проклинать католическую церковь. То есть, вы видите, что протестанты, они тоже довольно фанатичны, они ненавидят католическую церковь, они хотят церковь нового образца, и, в общем, это церковь эпохи меняющегося времени, но Испания меняться не хочет. Это одна из самых известных массовых казней по разным оценкам от 100 до 200 человек были сожжены за одни сутки. То есть, вот с утра начали и к вечеру закончили сжечь. Все это, конечно, при большом течении народа. Народ рассел, кто-то там сидит на трибунах вельможек, кто-то стоит, ну, народ на это все дело смотрит. Собственно говоря, это такая вот страшная история, но она была совершенно не последняя, 1577 год. Легенда говорит нам о появлении Юлиана Маленького. И, собственно, по словицам «мал да удал», вроде бы она идет оттуда. Вот этот вот крестьянин, он импортирует вино из Франции и в бочках с двойным дном он завозит протестантские библии, он завозит протестантские книги и начинает вся эта история распространяться по Испании. Он формирует вокруг себя вот такую протестантскую общину. И, собственно говоря, его схватили, пытали. И, опять же, это опять Севилья. Заметьте, это один из самых католических, самый католический город Испании. И в тот же момент протестантство получает самую большую поддержку. Опять 200-300 человек, 4 года пыток, допросов, испанских сапогов, всевозможных жесточайших пыток. Юлиан не отрекается от протестанства, собственно говоря, его казнят. И человек 800, по-моему, в общей сложности за 4 года схватили. Какой из них часть казнили, доподлинно неизвестно. Но, судя по всему, значительно. Вообще, цифры разнятся. По многим утверждениям, за все века, которые инквизиция свирепствовала, 350-400 тысяч человек были убиты. А заключены под арест, попали под конфискацию, еще какое-то там количество сотен тысяч. На самом деле, здесь не в защиту, но, как говорится, посмотря с другой стороны, инквизиция тщательно протоколировала свои документы. И вот во время деятельности Тарквимады доподлинно известно, что убили, сожгли на кострах, погибли от пыток около 7 тысяч человек. Ну, вот за все века цифра называется в 350 тысяч. Она может быть подвергнута сомнениям, но совершенно очевидно, что людей жгли достаточно много. Поэтому, слушайте, ну, вот 7 тысяч человек убили, и 350 тысяч человек, это, в моем понимании, никакого значения не имеет. Людей, конечно, безвинно убивали, их имущество конфисковывали, их родных и близких подвергали гонениям. Вообще, Испания в этот момент, в 16 веке, она доходит до пика своего католического безумия, когда люди приходят к инквизиторам, оговаривают сами себя. Вот это уже, конечно, совершенно пик вот этого мракобесия, но, тем не менее, так вот оно было. Можно отнести это к истории инквизиции, можно не относить к истории инквизиции, но протестанты набирают силу во Франции, их называют гугеноты, и, собственно говоря, 1572 год, это одна из самых страшных ночей в истории Франции, Варфоломеевская ночь, когда на свадьбу Генриха Наварского съезжаются гости, и по приказу Екатерины Медичи их убивают, и, собственно говоря, за несколько недель по всей Испании, по всей Франции, извините, было вырезано порядка 30 тысяч человек, а закончилось все это, как мы понимаем, взятием Ле Рошели уже при Людовике XIII, то есть французы тоже лютовали, они привлекали институты инквизиции, но, опять-таки, они привлекали их в своих династических интересах, но, тем не менее, все равно это была жесточайшая резня, пытки, убийства, конфискации имущества, все, как происходило в остальных странах. Вот, собственно говоря, пиковой точкой, пиковой точкой, с точки зрения культуры, это 1600 год, это казнь Джордана Бруно в Италии, великий мыслитель, который был подвергнут пыткам, которого принуждали отречься, значит, от своих знаний, он не отрекся, от своих верований, и, собственно говоря, его сожгли. Вот такая вот история, это такой вот пик, это уже первый год XVII века. Реформация начинает уверенно шагать по Европе, и, собственно, роль католической церкви снижается, и снижается вот этот вот инквизиционный накал, инквизиция начинает, как институт, умирать. Ну, стоит упомянуть, конечно, что в 1633 году жертвой инквизиции стал Галилео Галилей, который отрекся от ереси, это спасло ему жизнь, но, тем не менее, здоровье ему подорвали. Собственно говоря, инквизиция начинает потихоньку умирать. Последний всплеск инквизиции, это уже XVIII век, 1733 год, во Флоренции Папа Римский говорит, что у инквизиции, у святой инквизиции есть новый враг, и этот враг масоны. О масонах тоже смотрим выпуск, спасибо вам, там какие-то феноменальные цифры, уже 2,5 миллиона просмотров. Инквизиции начинают бороться с масонами, но век уже другой, никаких пыток уже нет, и, в общем, преследовать кого-то сложно, потому что, например, в городе Майнс масонская ложа состоит целиком и полностью из католических священников. Вообще, у масонов отношение к церкви, как вы знаете, из этого выпуска сложное, все люди, которые веруют, и только те люди, которые веруют, могут быть приняты в масоны, поэтому, ну какие же это еретики, если они вроде бы не против католической церкви. Сложная конструкция, масонов, конечно, католическая церковь не победит, и вот таким образом инквизиция начинает угасать. В Испании институт инквизиции отменит Наполеон, после того, как наполеоновские войска покинут Испанию, она опять будет возрождена, потом, через какое-то время, будет отменена, но тем не менее, я вам назвал дату 1826 год, это последняя инквизиция, когда, значит, повесили в Валенсии испанских ведьм, то есть Испания, она вот в этом мракобесии сыграла, конечно же, основополагающую роль. В России инквизиции как таковой не было, в 1711 году в России был введен институт фискалов, по-другому их называли провинциал-инквизиторы, но они должны были следить за тем, как духовенство следует обрядам, вообще, какие там в духовенстве есть правонарушения, собственно говоря, Священный Синод за всем этим делом следил, ну, никаких массовых казней, естественно, в России не было, и при матушке Екатерине Первой вся эта история с духовной инквизицией была отменена, поэтому Россию участь вот этого жесточайшего преследования, она миновала. Мы, конечно, можем сказать о том, что в России тоже преследовали тех расходников и староверов, но это совершенно другая история, с европейской инквизицией это никаким образом не связано. Вот таким образом несколько веков инквизиция с разной степенью ярости пыталась защищать свой институт. Я вам уже сказал, что, естественно, инквизиция, Святой Престол Римский был не один, ему в разное время помогали различные государственные деятели, ну, и таким образом, вот несколько веков инквизиция просуществовала. Институт инквизиции как орган, он идет первым в римском папском табеле, он существует до сих пор, и, собственно говоря, никого, конечно, не казнят, не преследуют и не пытают, но, тем не менее, если вы защитник, например, абортов или критикуете каким-то образом католическую церковь, то, в общем-то, инквизиция вас будет порицать, вас могут отлучить от церкви и так далее и тому подобное. Понятно, что сейчас это все носит уже характер ну, такого рудимента прошедших веков, но, тем не менее, инквизиция, как вот департамент римской католической церкви, он существует. И, фактически, последние попытки римской инквизиции бороться с еретиками, бороться с теми, кто выступает против нее, это индекс запрещенных книг, который возник в конце средних веков, это книги, которые подвергают сомнению догмат веры или каким-то образом неправильно трактуют Библию, или просто носят характер богохульный. И в разное время туда попадали совершенно разные книги, от Иразма Роттердамского до современных писателей. В общем, сам индекс запрещенных книг, он был отменен в 1966 году. Ну, мы не будем, конечно, я не возьму на себя смело сказать, что и вот это был конец инквизиции. Нет, это был конец церковной цензуры, потому что, конечно, церковная цензура шла все это время рука об руку с инквизиции. Вот такой была инквизиция, такой кровавый период в истории человечества, кровавый, ужасающий, который, в общем-то, ничего не добился, что реформация победила, протестантская церковь живет и процветает, масонов тоже никто не тронул. И в заключение я вам хочу порекомендовать некоторые книги и фильмы, которые об этом периоде рассказывают довольно подробно. Ну, например, рассказ «Колорица-маятник» Эдгара По, например, «Псы господни», исторический роман Рафаэла Саботини, например, «Имя Розы Умберта Эка». Вот, и два фильма, это «Смерть Жанна Д'Арк» 28-го года и «Галилео Галилей» 1968-го года, соответственно. Вот это такой короткий список, если вам будет интересно по этой теме что-то более подробно посмотреть, вот этот список вполне себе достойный. В заключении выпуска я хочу сказать следующее. Очень сильно вырос мой канал на YouTube. Спасибо вам большое. Я знаю, что появилось очень много читателей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Спасибо вам большое, что вот это вот наша все историческая развлекательно-образовательная панорама имеет такой живой отклик в ваших сердцах. Спасибо вам большое. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова